Всем привет! Это не новости, программа о том, что обычно не попадает в эфир по каким-либо причинам. Держать это при себе смешное видео мне лично совесть не позволяет, а потому смотрите и наслаждайтесь. Смотрите сегодня! Кому на руси по-испански и по-абуть? Крытые камеры по-тульски. Да? Он... Любимые игры ведущих, за что Альбина Бакарова готова убить собственную коллегу. Чистосердечное признание. Броня не пробита. Паук, я вас боюсь, как найти общий язык с ядовитым хищником и при этом не зайти с ума. Больше никогда в жизни не придем! Боятся, значит, уважают. Тактика тульского губернатора по борьбе с тунеядцами. Печку. Как вы помните, венцом всей новостейной недели на нашем канале является итоговая программа новостей. Она выходит по субботам и ее ведут два замечательных человека. Альбина Макарова и Алексей Шершнев. Остается надеяться, что не по объявлению. Вот такой вот казус-фактор. Печальный. Печалька. Печалька. Ну, давай. Дальше. Для меня запись итоговая всегда праздник. Оба ведущих частенько ошибаются во время рабочего процесса, а иногда бывают чересчур разговорчивыми во время перерыва. Интересно послушать, о чем болтают два медийных лица. Сложно объяснить. Называется так. Там острова в небесах. Игрома нахреновая. Ну да. Ужас. Я на семичастном ругаюсь. Нет, ну это не строилка, не бродилка, это чуть-чуть стратегии, и подошел уже этот тетрис. Сейчас там танки рубят. Нет, нет. Кайки. Ой, это игра, по которой устраивали тетрис этот. Сотязание как-то. Да. О, вот оно, оно. Вот выбеживай до жути. Кто-кто? Семичастный врубается. Броня не пробита. Убивала. Кстати, конец записи, ребят, всегда проходит пеерично. Вот и в этот раз ведущие выделили ап. Все, что происходит в регионе, знают наши корреспонденты. Выпуске новостей смотрите ежедневно в 7 утра и в 18.45. В воскресенье не смотрите. Да, не смотрите. Можно я еще раз? Да ладно тебе, давай так оставим. Заметанное. По воскресеньям вас не смотрят. Как много языков есть на свете и как мало мы их знаем. К примеру, только 17% туляков могут сносно объяснить заблудившемуся англичанину, как пройти до вокзала на его родном языке. А вот если турист испанец, дела обстоят еще хуже. Хотя, как мы убедились, надежда на то, что на улицах Тула встретиться испаноговорящий человек все-таки есть. Сенера, ойга, habla usted испанол? Disculпа, no habla испанол. Парла итальянно. Madame, француз. Русский. Obviously about this, да? About this? Eh, perdón? No entiendo. Sorry. Rienway station. You must go. Да, train, train, train station. You must go. Train station. Where? Где? Где? Где, да? Где? Так, извините, на московском вокзале. Москва-стейшн. Трэйн. Да? Трэйн, да? Я не понимаю. Извините? Нет, я не понимаю. Я не понимаю русского. Тебе надо на московский. Я не знаю, как тебе сказать. Тут вот на московский вокзал, видишь? Что такое? Вы говорите французский, мадам? Я по-твоему не понимаю, но как тебе объяснить, я не знаю. Логен, ты не понимаешь, что ты не понимаешь? Ну я все понимаю, тут, но как я тебе объясню? Я тебе объяснить не могу. И автобус? Да, тебе надо на троллейбус. Садиться, ехать. Ну тебя надо везти, а так тебе могут... Пардон? У... Нет, нет. Как ты говоришь? Парказано? Нет, я говорю о спальне. А, спальне? Да. Весь где ты. Весь где очередь? Весь где? Весь где? Весь где? Весь где? Весь где? Весь где? Я хочу идти в Морку, в Домодедово? Нет, не могу. Что вы хотите? Напомню, тебе надо Домодедово. Можешь взять такси, но не платить. Массим 2 тысячи. Смотри. Теперь для вас нужно... Много времени. Это очень сложно для вас. Понимаете? Это очень сложно для вас. Для вас нужно... Первое. На мошке в вокзале. Потом... В вокзале? В вокзале, я не знаю. В вокзале. Посмотрите. Поехали. 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 Не хочу. Не хочешь? На московский вокзал. Ааааа. Ну как же быть-то? Ну как же быть-то? Я даже вот и не знаю. Блин. Ну никак не быть. Вон в камеру помашите ручкой и ничего не будет. У тебя есть очень прийс? Нет, я не понимаю. Говорю, если спешишь очень. Куда? Куда? Куда шел по вокзалам? Смотри. Надо сказать, что во время съемок каждый прохожий, серьезно, абсолютно каждый прохожий пытался помочь девушке. А это значит, что неравнодушных деликов, по крайней мере, в этот день мы не встретили. Это ли не повод улыбнуться? Музыка. Представьте себе обычную реакцию девушки на маленького паучка. А теперь представьте реакцию на паука громного. Музыка. Вот с такенным огромным пауком как-то раз пришлось столкнуться к корреспонденту программы настроения Ольги Гавриловой Девушке предстояло записать маленький стендап в весьма нелицеприятной компании Естественно, что весь рабочий настрой у нее куда-то испарился, потому процесс записи немного затянулся У меня есть еще одна кассета! Блин, ты шипи! Это нормально уже Господи, лапочка, сиди, пожалуйста, вот, ну, чу-чуточку посиди Все виды, кстати, господи, хоть и вызывай, ну, не смущает, что пипец Сейчас, ну, тихо, 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 а вот здесь смертельный номер, Артем Настя, будь, пожалуйста, наготове Тихо, так, не-не-нет Так, он падает! Больше никогда в жизни не придем! Не надо на Санька работать, ради бога! Так, тихо, тихо, ты не, не, не дергайся! Не надо меня снимать, Артем! А потому погладить паучка можно разве что в перчатках Тот, кто смотрит программу «Настроение Тула» наверняка знаком с этим персонажем Считается, что это нарушает в большей степени санитарно-эпидемиологическую обстановку Владимир Савченко не первый год консультирует телезрителей на тему юриспруденции Несмотря на такое долгое сотрудничество, тех, кто хорошо знает его, единицы Нам выпал шанс посмотреть на него с другой, специальной стороны С детства я вообще хотел стать палеонтологом, динозавров откапывать в пустыне Гоби Но потом постепенно понял, что в жизни столько надо еще тут вот непосредственно здесь сделать Что решил? Вот сначала перепишем все правильно Сначала сделаем хорошее право, а потом уже пойду в динозавров откапывать Юристы тоже люди, им тоже бывает скучно, представьте себе Особенно в перерывах между записями И каждый развлекает себя как может Следующее видео обрадует всех поклонников советского кинематографа Ура! Мы нашли доктора Ливси Порядок идеальный будет И не надо больше ничего мудрить О, увеличенный, увеличенный селезончик Ха-ха-ха, аритмия Завязательно Действительно ведь похож, по крайней мере, манерой говорить и голосом Этот мужчина на видео радуется за нового на тот момент губернатора области Мол, сильный и ответственный порядок наведет Владимир Сергеевич действительно очень сильный и очень любит порядок А еще он строго наказывает тех, кто плохо выполняет свою работу Ну, очень строго Печка? Печка Да, вторая с вами, конечно Вот, ну, тоже все своими руками Людин, а скрущилыки нам было, нет? Людин? Не надо, не надо Сергей Иванович Сергей Иванович Ну, вот, дай В печку Да? Да? Благо, что у подчиненных Владимира Сергеевича Такое же хорошее чувство юмора, как и у него самого Нашлись все-таки чем ответить А как вы думаете, я скажу, зайду? Ну, вот Ну, почему-то Ну, может, кстати, с юмором Да я старый Не вкусный Но все равно, несмотря на юмор, я бы не стал с таким губернатором шутить А на очереди рубрика без комментариев Камерочки Ну, вы же ко мне хорошо относитесь Ну, запишите меня, пожалуйста Камерочки Первая, вторая и третья У меня все, оставайтесь с нами Я желаю вам удачного и успешного рабочего дня И просыпайтесь В хорошем настроении До свидания Да, конечно Семен-Транс Хорош Да, Варковский дом интернат Ну, как отметили сегодня на заседании совета Еще не ликвидированные минусы Это резерв для экономического роста А значит, есть куда расти Альбина Макаров, Владислав Голубев ТВ-центр КУЛА Гость нашей студии Мастерица народных промыслов Галина Васькова А если добавить в расчет Еще и аэродинамические помехи И порывы ветра То выяснится, что монета Не сможет принести никакого ведра Так что швырять деньги с высоты Можно без опасений Ведра? Ведра? Что ты сказал? Ведра, мне не готово ведра Принеси мне ведро Чтобы купить ведро, дети Нужно много монет На нашей кухне вы побывали Теперь отправимся на вашу Наверняка каждый туляк этим летом Наблюдал в небе полет воздушных шаров Завораживающее зрелище Правда, если эти самые шары Заверить дилетантам Или плохо соблюдать технологию Зрелища будет мир Только завораживающим Но и забавным Газели привязали Смотри Егор, уходи Техника вещь такая Что не всегда можно знать Что она выкинет в следующий момент Так одна из машин В обычном тульском дворе Ранним утром завелась И уехала Из водителя Чтобы застраховать себя от подобного Надо выбирать транспорт Поменьше и побезобиднее Например, такой Если вы или ваши друзья Сняли забавное видео Не стесняйтесь И присылайте его к нам На нашу страничку ВКонтакте Не обязательно дожидаться Какого-либо казуса Можете сами придумать Поставить и снять Смешной ролик о себе Или своем досуге Креатив очень приветствуется На этом у меня на сегодня все До встречи ровно через неделю Пока Всем привет Это не новости Программа о том Что обычно не попадает в эфир По каким-либо причинам Держать при себе Это смешное видео Млени Лени Смотрите А, это не Дальше Дальше, дальше, дальше Дальше, дальше Вот не я говорю Вот Да ладно тебе Оставим так А, я не так Сотрудницу нашего канала Екатерину Соливанову Трудно не заметить Еще бы, скажете вы Ведь она Изящная Стройная Владинка С длинными ногами Но Не только в этом дело Девушка всегда Не прочь В пылу работы Попробовать Что-либо на себе Именно поэтому Она попадает В 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 Продолжение следует...